Прокуратура Киева и нацполиция открыли два уголовных производства по факту вчерашнего инцидента между жителями Троещины, народным депутатом Сергеем Мельничуком и его охранником. Напомню, во время силового конфликта телохранитель открыл огонь из пистолета Стечкина. В деталях этого происшествия разбиралась любовь кукла. Сейчас здесь тишина. Нет ни райдеров, ни полиции, ни нардепов, ни возмущенных местных жителей. Но отголоски вчерашних событий со стрельбой слышны сегодня. Детсаду быть. Здание досталось местной райадминистрации, согласно постановлению суда. И уже сегодня утром отсюда вывозили свои вещи предприниматели, которые два года назад захватили помещение. Практика превращать детсады в сауны или похоронное бюро была весьма популярной. В Киеве три года назад журналисты насчитали почти 100 подобных контор в дошкольных учреждениях. Пару лет назад, когда в Украине было определенное безвластие, рейдеры воспользовались и захватили садик. Под эгидой, что это как бы сделана школа для инвалидов, они строили там бильярдную, развлекательную, сауны, общежития для вьетнамцев, которые работали рядом на Троеченском рынке и так далее. Но незаконных арендаторов удалось выдворить. Правда, не обошлось без казусов. На их защиту встал нардеп Сергей Мельничук, за что получил по лицу. Начал отталкивать полицию, начал козырять корочками, начал там тыкать камеры свои, рассказывать кто что. Поэтому за это немножко по лицу. От меня. После чего сбежал и вместе с охранником закрылся в машине. Местные жители забросали авто яйцами, прокололи шины и выбили стекла. После чего охранник нардепа начал стрелять из авто в воздух. Стороны Токрыяна боролись за помещение детсада, что едва не дошло до суда линча над нардепом и его охранником. Полицейские прибыли якобы после вызова самого Мельничука. Хотя активисты вели стрим-трансляцию в соцсетях с самого начала конфликта. Теперь придется отвечать. Прокуратура Киева открыла уголовное дело. За фактом перешкоджения народным депутатом Сергеем Мельничуком выполнение решения суду про извинения помещений детского садочка на Троещине и одно проважение зарегистровано органами национальной полиции. Там и расследуют дело о хулиганстве. Его открыли по факту. Вопрос, откуда на Троещине взялся автоматический пистолет Стечкин, который не входит в перечень, например, наградного оружия, пока остается открытым. Любовь Кукла, Юлия Жашко, Геннадий Аникиенко и Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер.